Всем большущий привет, с вами снова Серега и сегодня со мной Медведя, скажи всем привет. Всем привет! А значит у нас... Пацаны петарды взрывают, на них мужик какой-то жалуется. Просто у мужчины здесь вот дорогая машина, он запереживал. В общем, скоро Новый год, ребята уже готовятся. Так вот, сегодня я иду закупаться продуктами в Перекресток. Перекресток, между прочим, просто гигантская сеть, которая входит в группу компании X5. Там и Пятерочка, и ОК, и Карусель, но собственные торговые марки у Перекрестка тоже есть. Поэтому интересно будет проверить, какие они на вкус. Потому что, например, в Пятерочку я часто захожу, а вот в Перекресток заезжаю не так часто. У нас всего 4 магазина в городе Волгограде, поэтому они все в центре. Точно знаю, что Перекресток торгует под такими брендами, как Просто, Перекресток Маркет и еще какие-то там прочие. Но информации на сайте сейчас, коофициальной, я не нашел. И в Википедии тоже не нашел, кстати. В общем, разберемся на месте. Ты готов, медведя? Всегда готов. Пойдем в магазин. Нашел продукты. Вот она, торговая марка Просто. Морс Просто, 57, 41. Вот, например, тоже. Вообще, хороший, узнаваемый бренд они придумали. Просто. А вот, смотрите, я Перекресток Маркет, тоже торговая марка Перекрестка. Но это, я так понял, как и в ленте тоже, 365 есть, а есть торговая марка Лента. Это покачественнее, подороже, то подешевле и не покачественнее. Ребят, я просто, я просто в шоке. Смотрите, масло 72%, 114 рублей. Я думал, что просто это какая-то дешевая торговая марка, ну, что-то типа красной цены. Это очень дорого. Вот масло Маркет Перекресток, которое тоже 114, я что-то, может, не понимаю. Но это масло 82%, а это 72%. То есть оно намного дешевле должно стоить, но оно стоит столько же. Странно. Я вхожу по магазинам и думаю, какую же мне торговую марку брать? Просто, которая вроде бы должна дешевле быть, или же Перекресток Маркет? Ну, а здесь чай, например, Перекресток Маркет 65 стоит, а просто 15 рублей. 15 рублей чай. Ну, попробую, попробую, значит, такой самый дешевый. 15 рублей чай. Смотрите, ребят, что нашел, Иван-чай, торговая марка Перекресток есть, 145 стоит. У меня, конечно, Иван-чая дома полно, но так возьму, все-таки попробую, иду, посмотрю, что это такое. Морожка. Обычно у меня в видео «Весь день ем» всегда морожку покупаю, но здесь, не знаю, будет морожка, нет, это торговая марка. Смотрите, морожка упакована в вертикальный холодильник. Удобно, кстати, так меньше места занимает. Здесь морожка, только торговые марки. А вот, кстати, есть просто, нет, это не просто, есть торговая марка. Маркет Перекресток, шоколадное мороженое, 22 рубля. Если это будет еще вкусно, то это будет просто бомба. Вот такого кальмара возьму, полкила 145 рублей стоит. Торговые марки просто. Тушка неочищенная из мороженого. То, что она неочищенная, возможно, и даже лучше. Хочу приготовить из кальмара. Интересный рецепт, поэтому возьму еще где-то здесь, я видел, вот, капуста цветная. 164 рубля 900 грамм. Цветная капуста просто. Проверю, есть ли здесь яйца торговой марки просто. Если будет, то это будет замечательно. Смогу сделать кляр. Но яиц, кажется, нет просто. Просто яиц нет. Зато есть майонез, может пригодиться. Майонез 20 рублей всего стоит. Отлично. Возьму майонезик. Майонез перекресток маркет тоже есть. На моему обычный, самый дешевый. За 20 рублей. Пойдет. Отлично, ребят. Сливки просто есть. 10% 21,60 стоит. Мне нужна одна пачечка. Очень много специй здесь разных. Торговые марки перекресток. Вот есть даже специи просто. Черный перец. Но чеснока сушеного я не нашел здесь. Поэтому буду выбирать из того, что есть. Возьму лаврушечки за 6. 30 за 10 рублей. Приправа для мяса. И вот перец красный за 10,90. Ого, ребят, смотрите, что я нашел. Здесь есть вермишелька быстрого приготовления. Просто я не знаю, с чем это связано. Может, потому что детство у меня прошло на этой вермишели все. Но я возьму ее, попробую. Если буду сильно голодный. У нас слюни потекли вот прямо сейчас на мне. Анакон 10, Ролтон 12, Доширак 20. Ого. Осталось выбрать только напиток на обед. И что-нибудь на ужин. 35,90 за 100 грамм стоит шаурма торговая марка «Шеф Перекресток» называется. Такую самую маленькую. 250 грамм 90 рублей. Возьму вот такую вот. На ужин посмотрим, сколько там мяса. Вкусная ли она. Ну, по составу интересный. Лаваш написано. Кошлык свиной жареный. Помидоры. Майонез. Сочный рецепт от шефа написано. В общем, очень интересно проверить, считается, за шаурма. На ужин, в общем. Так, ну и я вернулся в самое начало магазина, где я зашел и сразу заметил вот этот узвар боярышника. Хочу попробовать вода, сахар, сушеные плоды боярышника, лимонная кислота, подсластитель. Я не пробовал еще из боярышника узвар. Тем более, торговые марки просто. О, вот, кстати, компот. Маркет Перекресток. Компот стоит 129. Ого! 129 рублей. Компот выглядит очень красиво. Смотрите, как с плодами. Там груша плавает. А, нет, айва. Айва. Вот интересно было бы сделать обзор вот на такие вот продукты. На вид очень классно. Смотрите, какая красота. Если хотите, если это видео наберет 10 тысяч лайков, тогда я куплю вот такие вот всякие разные штуки. Смотрите, компот из дикой груши. Ну, прям груша такая, которая у нас в Волгарде растет на каждом кусте. Ее есть невозможно, но компот, компот. Здесь и состав, наверное, красивый будет. А лимонная кислота добавлена, конечно, для вкуса. Так, ладно, возьму узварчик. Вот такой боярышник есть. И груша-дичка. Груша-дичка. Мне кажется, это будет не так вкусно. А вот из боярышника стоит попробовать. Готово. Все продукты на сегодня я купил. Уже хочется позавтракать. Кстати, карточку оформил еще Апелеклёстовскую. Так, сейчас посмотрю, будет ли какая-нибудь скидка или нет по ней. Даже уголь просто есть. Смотрите, 169, кстати. И жидкость для розжига тоже просто. В общем, продукции очень много в этой торговой марке. Да, я первый раз у вас. Готово. 800 рублей все это стоило. Спасибо. Все, чуть не забыл мороженку с вермишелькой. Ребят, тут какая-то акция была для блогеров. Наверное, к открытию магазина. Месяц назад сказали, что тут все блогеры были. Все что-то покупали. Все рассказали, в помещение их пускали. Кресток, в общем, развивается у нас в регионе. Четыре магазина уже открыли. Но не сравнить с магнитами, которых у нас 120 в городе. В общем, закупился я вот такой огромной сумкой. Бегом домой, пока мороженка не растаяла. И кальмара тоже. Ну что ж, ребят, на сегодня все продукты закуплены. Сегодня весь день ем из перекрестка. Отправляемся домой и будем завтракать. Но вначале, по традиции, закидываем продукты на стол. Поехали. Все-таки закупку делать с утра, это не самая лучшая идея. Лучше закупаться с вечера. Если утром, то слишком много времени на это тратится. И уже есть очень хочется на завтрак. Будет мороженое. Пламбир. Шоколадный в вафельном стаканчике. 80 грамм. В этой серии видео я всегда покупаю шоколадное мороженое. Только в том случае, если его нет, тогда беру другое. Шоколадное мороженое, мое любимое. Пахнет вкусно. Вафельный стаканчик немного размяк. Попробую на вкус. Мороженое мне понравилось. Оно вкусное. За 22 рубля. Без заменителя молочного жира. Это очень достойно. Но у него не такой сильно насыщенный вкус. Не такой сильно насыщенный шоколадный вкус. Не такой сильно насыщенный молочный вкус. В общем, не сравнить с тем мороженым, которое я, например, в последних обзорах ел из вкусвилла. Там было прям шикарное мороженое. Или даже из аптеки волгофармовской. Там тоже было очень вкусное мороженое. Да и то же самое, например, мороженое торговых марок, которое продается в любом магазине. В Мококо. Оно намного вкуснее. но за 22 рубля вот эта морошка без заменителя молочного жира, это очень достойно. Я его съел с удовольствием до конца, а значит твердая четверка. Печеньки и чай. Чай обычная упаковочка классическая. Здесь нигде не написано, но по форме упаковки для чая я могу догадаться, что это будут такие квадратные пакетики. Здесь только горизонтальная выкладка, на обратной стороне вертикальной выкладки нет. Что недостаток для такого чая, потому что бывают дешевые позиции, ставят так вертикально, чтобы полочное пространство, например, сэкономить. Но здесь, видимо, большой магазин. Вот он аромат картонной коробки, как я по нему скучал. Картонные коробки делают на одном заводе, для всех брендов. Для обзоров я обычно покупал черный чай, но сейчас попробую зеленый. Интересно, такая же пыль в этих пакетиках, как и в черном? Давайте посмотрим, что внутри. Посмотрим, но здесь сразу видно, что не такая пыль. Маленький такой рубленый лист. Мелко-мелко рубленый лист получается зеленого чая. Ну, нормально. Зеленый чай, кстати, дешевый может быть. Вот все, что я заметил. Дешевого черного чая не бывает. Это обычно пыль какая-то смешанная с глиной. Прочем, как в песне, черный чай делает немного болотной тины, немного пыли дорожной. Но зеленый чай все по себестоимости получается сделать дешевым. Заварился, кстати, неплохо. Надо было даже большую чашку брать, большой пакетик. А вот на вкусчик мне не очень нравится. Сейчас подожду, пока может завариться. Не буду слишком сильно придираться к 15-рублевому чаю. Для 15 рублей пойдет более 20 пакетиков. Стоимость одного пакетика меньше рубля. Копеек 70 получается, что ли. Точно пойдет. Интрига сегодняшнего дня. Печеньки овсяные. Просто и печеньки овсяные торговой марки Бонте. Отличаются ли они ничем? По стоимости они точно отличаются. В два раза дороже. То и другое торговые марки Перекрестка. Го! Вот у этих аромат намного насыщеннее. Эти ничем практически не пахнут. Посмотрим, отличаются ли они на вид чем-то. Они даже на вид отличаются. Печенька просто вначале пробуем. На вкус они намного лучше, чем на запах. Мне они понравились. Обычные овсяные печеньки. Вот на упаковке нигде не написано, что они с изюмом. Ну и в составе, в принципе, его тоже немного. Его практически незаметно. Маленькие вкрапления только есть. Попробую печеньки торговой марки Бонте. Или Бонте. На вкус они точно другие. Они намного слаще. И ароматизатора здесь точно больше. Потому что у них после вкуса даже какой-то есть корицы. Там корицы вот в этих первых печеньках я не заметил. Насчет изюма здесь точно так же мало изюма. Но упаковке тоже не написано, что они с изюмом. Но корица здесь точно чувствуется. Сейчас пытаюсь найти, чем еще отличаются печеньки. Раз эти в два раза дороже. Вот эти сделаны по ГОСТу. 24-901. А вот эти по ТУ. 91-31. Другой печеньки, которые торговой марки Бонте, мне понравились больше. Они чуть мягче. Вкус у них приятный с корицей. И аромат насыщенный. Эти же печеньки тоже съедобные. Но они в два раза дешевле, кстати. Итак, я позавтракал. Теперь готовимся к обеду. На обед будут кальмары и ванчай. Поехали. На обед приготовлю кальмары в чесночно-сливочном. Хотел в чесночно-сливочном соусе. Если будете по классическому рецепту делать, то вам нужен будет только кунжут и чеснок. Вот такой, например. Это мой с дачи уже. Сушеный, толченый. Так, но чеснока я в магазине не нашел. Я нашел лавровый лист. Попробую такой эксперимент сделать. И вот приправа для мяса. Тут чеснока много. Поэтому тоже должно быть вкусно. В общем, цветная капуста и кальмар у меня практически разморозились. Кальмары нужно до конца очистить. Здесь ровно полкило. Две большие тушки. И вот такая небольшая обрезанная. Без хвоста. То есть он без щупалец кальмар. Но с внутренностями. То есть это нужно все еще будет почистить. Но вначале нужно избавиться от кожи. Это можно сделать вручную. То есть вот так просто очистить это не сложно. Но долго. Быстрее намного просто кинуть в кипяток. Для этого я уже поставил кастрюлю большую. И вода уже вскипела. Поэтому просто кидаем это в кипяток. И вся кожа, которая не слезла после разморозки, она быстренько слезет в кипятке. Но тут самое главное не передержать кальмара. А то он станет резиновый. И его и так готовить надо минут 5 максимум. То есть в кипяток мы его отправим секунд на 30. Чтобы вот эта вся кожа слезла. Просто кидаем кальмара в кипящую воду. И наблюдаем как кожа сама слазит. Это произойдет буквально за секунд 15. Так интенсивно помешиваем. И снимаем. Так, а теперь быстро его достаем и кидаем сразу заранее подготовленную холодную воду. Чтобы он не переготовился. Вот он уже практически весь очищенный. Вот видите. Все. Вот все. Из тушки, из крыльев вся кожа легко снялась. Вот он практически чистенький, аккуратненький кальмар получился. Нам нужно теперь вынуть все оставшиеся внутренности. Если он вот так вот плохо почищенный, плохо попотрошенный. Готово. И самое главное, самое главное, если остался вот этот вот хитиновый хребет, то его нужно обязательно вынуть. Вот он. Но он легко вынимается. Ничего сложного нет. Я в магазине сказал, что если кальмар еще не очищенный, то возможно это даже лучше. Потому что мы же не знаем, как на производстве его, какой он термообработке подвергался. Может он уже резиновый будет. Потому что там, ну как там, с него снимали. Если вы берете там проверенного кальмара какого-то, то ладно. Но я беру этого кальмара в первый раз. Поэтому лучше самому снять кожу. Это недолго и в принципе не сложно. Поэтому, ну вот видите, какой кальмар. Сразу видно, что он не самый лучший. Например, вот такой кальмар для фарширования не подойдет. Он весь в дырку. Но я его буду сегодня не фаршировать. Я его просто пожарю. Очень хочется жареного кальмарчика поесть. Поэтому мне не принципиально. Но вот эта вот тушка хорошая, целая. Итак, наш кальмар очищен. И это, наверное, было самое сложное в этом рецепте. Теперь его нужно порезать кольцами. Или просто кусочками и отправить на сковородку обжариваться. Но прежде нам нужно приготовить цветную капусту. Потому что она будет вариться минут 15. Минут 10-15. Но не дольше 15 минут. Просто разбираем ее на соцветия. И отправляем в кипящую воду. Итак, на огне у нас уже разогревается сковородка. Туда немножко растительного масла. Можно оливкового. Можно подсолнечного. Теперь режем кальмаром. Можно кольцами. Можно, например, просто кусочками разрезать. Но если есть возможность порезать кольцами, лучше резать кольцами. Он будет так намного красивее. Или красивее. Готово. Вкуснотища. Пахнет уже, кстати, очень вкусно. Ну что ж. Теперь уже на разогревшуюся сковородку отправляем всего кальмара. Кальмара на быстром огне обжариваем примерно минуты 3. За это время вылавливаем капусту и выкидываем на дуршлаг, чтобы лишняя вода ушла. И меня как-то один раз спросили, почему нельзя капусту, вернее, можно ли капусту одновременно варить с кальмарами. Ну, чтобы время сэкономить в одной большой кастрюле. В принципе, можно. Но вот это все, что из кальмара вываливается, там хитиновые вот эти кусочки, и просто кожа, они забьют капусту и будут выглядеть не так красиво. Поэтому лучше отдельно, конечно, варить. Итак, прошло несколько минут. Теперь добавляем сюда сливки. На такое количество примерно полбанки. Сюда же цветную капусту. Сверху несколько лавровых листиков. Приправу к мясу. Красный молотый перец тоже сюда. Но я еще раз говорю, если вы хотите стопроцентно вкусное блюдо, чтобы получилось, то добавляйте щепотку чеснока и щепотку кунжута. Перемешиваем, добавляем огонь, накрываем крышкой и оставляем тушиться минут на пять. Все, наше блюдо готово. Пахнет это все очень вкусно. На обед сегодня у меня кальмары с цветной капустой и в сливочном соусе. Но этот рецепт настолько простой, что приготовить его даже самый ленивый. Делайте обязательно. Кто не любит цветную капусту, попробуйте с кальмарами. Приятного аппетита мне. На обед у меня еще узвар из боярышника. Кстати, сейчас сразу попробую. Он сладкий. Так, я когда заваливаю боярышник, у него... Я его не сладкий просто заваливаю. А так, в принципе, не сильно плитерное. Лимонная кислота есть. В общем, добавили. Но нормально, мне нравится. Прикольная штука. Пробую основное блюдо. Самое главное, с кальмаром не передержать его. Иначе он резиновый станет. Мы его вначале в кипятке ошпарили, чтобы кожу снять. Потом жарили, а потом еще и тушили. Поэтому здесь нужно аккуратно. Лучше меньше, чем больше. Цветная капуста. Отлично протушилась в сливочном соусе. Супер. И остренькая. Вот это необычно, конечно. Прикольно. Остренький соус сливочный. Кальмара пробую. Очень вкусно, ребят. Обязательно готовьте. Отлично все-таки кальмар получился. Мягкий, хороший. Супер. У меня с кальмарами одна история связана. Однажды мы собрались готовить с преподавателем. В общем, заболтались. Мы что-то за кальмара. А у меня как раз по этому предмету не было зачета. В университете было еще. На последнем, кажется, курсе. Ну и мы на том договорились, что я приношу кальмара. Со всеми делами, там, с водочкой. Вот. Ну и мы этого кальмара там разложили. Вроде как начали готовить. Поставили на стол. Как говорится, за первую, за вторую. Так мы этого кальмара, в общем, и не приготовили. Несмотря на то, что он быстро готовится, в общем, он все равно оказался слишком долгой закуской. Но зачет я получил. Теперь вы знаете, самый простой, самый быстрый способ приготовления вкусного блюда из кальмара. Пользуйтесь на здоровье. Так вот скажете кому-нибудь, а я кальмар умею готовить. И в жизни может пригодиться. В общем, обед был очень вкусный. Увидимся за ужином. На ужин будет... А что у меня будет? Шаурма будет на ужин. Еще, если я не наемся, бич-пакет. И майонез. И ван-чай. Увидимся за ужином. Время поужинать, друзья. Итак, на ужин у меня будет шаурма от Перекрестка, от Шефа. От Шефа. Очень я сейчас сомневаюсь, что там будет много мяса. Похоже, что просто лаваш накрученный. Кстати, на шаурме написано вегетарианское, но заклеено вот этим ценником. Потому что на обратной стороне этой шаурмы надпись не заклеена. Шаурма вегетарианская. Сочный рецепт от Шефа. В общем, интересно, что это за шаурма. Ну, в составе только помидор, шашлык, майонез и лаваш. То есть ни морковочки, ни картошечки, ни капусточки. Там ничего, в общем, нет. Ни лучка. Стоит ли эта шаурма сотки? А, 90 рублей. 250 грамм стоит. Ну, небольшая. В общем, давайте откроем и посмотрим. Но через маленькое окошко уже видно, что она не обжаренная на гриле. То есть просто лаваш завернутый. Вот такой маленький кусочек. 90 рублей. Не буду разворачивать. На гриль ее отправлю сразу. И тем временем ставлю чайник. Заварю иван-чай. И приготовлю ремешельку быстрого приготовления. Интересно, что в этом пакетике. Сухие ли там приправы или есть маслица еще. И, конечно же, у меня еще майонез есть на ужин. Все, вот этим буду ужинать. Поехали. Разогреваем. Шаурму на гриль кладу. Прям как в Анакуме. Вот я смотрю, знакомый вкус. И вот такая же приправка. Один в один, как в Анакуме. Читаю. Филиал Анакум. Россия. Владимирская область. Город Лакинск. Тот же самый Анакум. Просто в другой упаковке. Те же самые приправы. И точно так же пахнет. Это... Ничего не поменялось. Готов, знакомый. У меня как раз подоспело. Так. Готова ли шаурма моя? Ой-ой-ой. Ее раздавило чутка. Я чуть... И вылилось чуть-чуть. Зато и поджарился майонезик. Смотрите, как шикарно получилось. Ну что ж, помидор точно есть. Укроп. В составе его не было, кстати, укроп. А это лук. Это огромный просто кусок лука. В составе его тоже не было. Вот это вот. Огромный лук. Хрустящий. Свежий. Лаваша, кстати, немного. Лаваш тоненький. И все остальное начинка. Но мясо, которое здесь, это... Видимо, это вяленое мясо, наверное, какой-то кусок. Но это не шашлык. Это точно не шашлык. Он не поджарен ни с какой стороны. Есть свежий помидор, зелень. И вот, как я уже говорил, лук. И майонез. Вкусная шаурма. Мне понравилось. Это надо супруге оставить. Потому что у меня налог на шаурму. Местный налог, так называемый. 50% налог, ребят. Так что не жалуйтесь на свои 13%. В общем, в целом, по шаурме мне понравилось. Мясо здесь реально много было. Соус вкусный. Не сухая шаурма. Сочная. Лучка в миру. Овощей можно было побольше. Огурчика, капусты, например, полезут. Морковки сюда. Здесь только помидорчик. И чуть зелени. Больше ничего нет. Отлично. Мне понравилось. А накормчик развалился. Вермишелька такая стала. Толстенькая. Кальмаров напоминает, кстати. Попробую с майонезом. Не просто так у меня майонез сегодня. Я его взял, хотел с шаурмой. Думал, шаурма будет такая сухая. Но шаурма оказалась сочная. Поэтому я чуть майонезика сюда добавлю. Классический такой анаком. Сверху плавает много зеленушки. Укропчик какой-то. Это единственное, что здесь есть. Потому что больше ничего в этом анакоме и нет. За такие-то деньги тем более. Но на картинке нарисовано очень много всего, что может быть здесь. И надписи, что это вариант сервировки, нету. Пишите обязательно, что это вариант сервировки. Потому что я к этому всегда придираюсь. Осталось попробовать Иван-чай. Это уже торговая марка. Я хотел так марки. В передней стороне упаковки написано. Ручной сбор. 100% натуральный. Без красителей и ароматизаторов. Иван-чай. Очень вкусная и полезная вещь. Это я от себя уже добавил. В конце заваливания Иван-чай хорошо помешает. Вкус, аромат станет еще более богатым. И насыщенным. Это травяной чай. Поэтому, если кто раньше не пробовал, на обычный чай он не так уж сильно и похож. Но это ферментированный, кстати. Иван-чай ферментированный. По вкусу также сильно отличается от обычного зеленого, как зеленый чай и от черного чая. Снизу мелкий. Сверху хороший такой средний лист. Возьму того, что покрупнее получается. И вот так в стакан. Ждем пару минут. Ну, пока Иван-чай заваливается, буду подводить итоги. Что я сегодня попробовал, что мне понравилось, что мне запомнилось. Во-первых, мне в магазине дали скидку на следующую покупку. Сотка. При условии, что я приду вот с 11 по 17 и потрачу больше 1000 рублей. После этого хочется теперь в перекресток съездить и еще денег там потратить. Потратил я сегодня 800 рублей. Начислили мне за это 80 баллов. Скорее всего, в рублях это 8 рублей. То есть, скидка по бальной системе 1%. Тоже приятно. У многих сетей вообще нет всяких-всяких баллов и прочего. Но в целом магазин мне показался чуть дороже, чем остальные сети. Такие, например, Ашан или Пятерочка, в которых вообще за копейки можно купить самые дешманские продукты. Здесь же. А здесь же получается. Какие-то продукты торговой марки просто стоят дороже, чем известные всеми популярные бренды. Например, то же самое масло. То же самое по цене с грецкими орехами. Где просто получается дороже, чем перекресток марки. 102 рубля 100 грамм грецких орешков просто. А вот, ну, грецкие орешки перекресток маркет. 134 грамма. 129 рублей. То есть, даже чуть дешевле. А внешний вид так орешки намного лучше. Смотрите. Здесь они все потрепанные. Здесь аккуратно. Так сложно. В общем, если вы в перекрестке закупаетесь, обращайте внимание. Не всегда просто оказывается дешевле, чем перекресток маркет. Итак. Мороженое. 20 рублей. Понравилось за такую цену. Отличное мороженое. Печенье овсяное. Вполне съедобное. Отличное печенье. Перекресток радует разнообразием торговых марок. Вот, пожалуйста, бонте. Еще одно печенье. В два раза дороже. В два раза вкуснее. На ваш вкус, на ваш кошелек. Майонез. Пятерка. Отличный жирный майонез. Тушка кальмара неочищенная, замороженная. На четверочку. Потому что одна из двух целых тушек оказалась покоцанной. Если брать для фаршировки, то не получится. Шармишелька на ком. Совсем обыкновенная. Городу Лакинск. Огромный привет сегодня от Селеги. Вот интересно, как там люди вообще едят на ком? Нет. Просто цветная капуста. Внутри льда оказалось немного. Пятерка. Шаурма. Перекресток. Сделанная в 8 утра сегодня. Пятерка. Несмотря на то, что там овощей было мало. Пятерка тебе, шаурма. Чай зеленый просто за 15 рублей 20 пакетиков на четверочку. Это я отставлю вот сюда. Это я допью. Боярышник вообще в принципе напиток он такой. Ну в принципе единственное, что из боярышника можно сделать это напиток. В ассортименте он есть и это хорошо. Для разнообразия пойдет. А разнообразия в магазине этого достаточно. Как торговых марок просто так и Яндексом хочу постоянно называть. Перекресток маркет конечно же. Просто огромнейший выбор продукции. У меня остался Иван-чай. Ну за такую цену я конечно не сомневаюсь, что он должен быть и будет вкусным. Пахнет хорошо. И на вкус хорошо. Я специально взял неароматизированный. Без добавок, без чеблица и прочего. Мне нравится такой вкус. Кстати огромный респект и уважуха. То, что Перекресток делает вот такие вот продукты. То, что Иван-чай должен быть в народе. Наш традиционный напиток обязательно должен быть. Но ценник конечно не радует. 150 рублей стоит 60 грамм. Очень дорого получается. Неужели такое дорогое производство или просто решили наварить. Ферментировать конечно вручную его это тяжкий труд. Это все очень заморочено. Но если производство поставлено на поток, мне кажется это стоит должно намного дешевле. 60 грамм за 150 рублей. Ценник просто космический. На этом все, ребят. Иван-чай пятерка. Мне понравился. Не буду думать о его стоимости. В общем пятерка. Зато упаковка красивая. Смотрите какая. На этом видео заканчивается. Итого никакой сложности прожить целый день на продуктах торговых марок Перекрестка. Никакой сложности в общем нет. Выбираю на любой вкус. Огромное количество выбора ассортимента и готовой продукции. И консервов, и чая, и напитков, и печенник, бакалеи под любыми торговыми марками. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в новых видосиках. Пишите в комментариях ваши рецепты. И давайте кстати давно уже обещал сделать видео по вашим рецептам. Все ваши рецепты я жду в комментариях ниже. И не забывайте здесь будет очередная голосовалка. За следующее видео весь день ем. В какой следующий магазин я пойду питаться. Увидимся. С вами был всеядный Серега. Увидимся в новых видосиках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok